Лин Сан, Е Шен, Бай Ча, сырье с 1800-летнего чайного дерева, из ассортимента Ти Мэджик, Москва, Санкт-Петербург, Хельсинки. Аромат сухой заварки, на прогреве дыханием. Вяленое пряное яблоко. Вторая нота – сушеное яблоко. Третья нота – сушеная груша. Речь идет об аромате нарезанных дольками и засушенных плодов. Идеально прозрачный настой с небольшим осадком в мелкой фракции. По проливам – 2,5 грамма на 100-мл гайвань. Промывка – 80% от нормы. Первый пролив – 100% от нормы. Второй пролив – 100% от нормы. Третий пролив – 100% от нормы. Четвертый пролив – 100% от нормы. Пятый пролив – 90% от нормы. Шестой пролив – 80% от нормы. Седьмой пролив – 70% от нормы. Восьмой пролив – 60% от нормы. Девятый пролив – 50% от нормы. Экстремально стойкий на проливах чай Даже 2,5 грамма в заварке сложно спить в одно лицо Чай дает много плотного настоя без потери плотности Вкус полновесный Вкус заваренного чая Сухофрукты с тислинкой Пряная маслянистость Сухая листва Вкус играющий, как в дорогом вине Вообще из этого сырья получился бы великолепный красный чай Аромат с крышки гайвания Сухофрукты с тислинкой Печеность Кислое яблоко Специи Чай для изысканных гурманов Важно понимать, что это не обычный, не классический И это важно, белый чай Тут даже сухофруктовая тема совсем другая Нежели у фудинских белых чаев Сильный, до испарины Прогрев на все тело Прогрев на голову средний Прогрев на корпус тела сильный Прогрев на ноги средний На первых проливах настой светлый На центральных проливах густой и темный В конце снова светлый настой Первые проливы только быстрые А вот начиная с пятого пролива Чайный лист уже стоит томить кипятком Несмотря на особенный для белых чаев вкус Чай достаточно легко пьется Очень необычное послевкусие С эффектом заморозки в ротовой полости Из-за которой выглядывают тесловато пряные сухофрукты Образец на тесте, как и всегда, завариваюсь традиционным способом Проливами в гайване Количество заварки всегда видно на фото Это, как правило, 2,5 грамма на 100-миллилитровую гайвань Спасибо за внимание